всем здравствуйте вы на канале о вязании а для тех кто впервые посетил мой канал меня зовут она девчата сегодня я хочу обратиться к такой теме как вывязывание реглана с ростком очень часто девочки пишут как на ю тубе в комментариях так и в инстаграме для чего вы при вывязывании ростка допустим петли с петли спинки убавляете петли переда увеличиваете да то есть у многих нет понятия ростка и поэтому возникают такие вопросы особенно у начинающих вязальщиц себя я не назову профессионалом я любитель но для себя я вывела определенный метод или технику вязания реглана с ростком пробовала различные техники также когда сама впервые училась познакомилась именно с техникой вывязывания именно реглана и так ну начнем с того что же такое росток росток это разница высоте между спинкой вот линия спинки у нас и линия переда и вот эта часть эта разница называется ростком росток мы вывязываем в любом изделии вывязываем обязательно будь это свитер и джемпер пуловер футболка и также росток вывязывается для любого возраста единственное для младенцев детей до года можно росток не вязать для остальных изделий начиная от года для любого возраста мы обязательно вывязываем росток я буду показывать на примере вот этой футболочки которую я не так давно связала связала я ее буквально вот на закончила на выходные и сейчас я вам ее немножко покажу к сожалению в кадр не вмещается она очень легкая получилась такая оферсайз но я ее специально так связала чтобы она была свободная вот такие коротенькие у меня рукавчики закрыла я края шнуром и корт впустила вот такие дорожки с дырочками так ну и низ изделия у меня сформирован вот таким узором сейчас очень многие возвращаются вот к таким ажурным геометрическим узора и поэтому я не стала исключением тоже связала вот такую вот футболочку также я начала точно такую же футболочку дам такую же модельку вязать в другом цвете в таком розовом нежном цвете но я буду в отличие от голубой футболочки я буду вязать ее размер в размер то есть как я сказала уже у меня голубая получилась у versace если у меня размер 46 она у меня вышла на размер 48 50 а эту футболочку я уже буду вязать размеров размер на 46 размер и на примере вывязывания ростка вернее реглана с ростком я буду показывать именно по количеству петель вот этой футболочки и по плотности вязания и будущем в принципе я планирую сделать обзор по вязанию этой футболки и так переходим к расчету реглана с ростком для начала обязательно связать нужно образец это для люб вязания любого изделия квадрате 10 на 10 сантиметров у меня это получилось и обязательно девочки делаем влажно-тепловую обработку и так в моем случае 19 петель на 26 рядов то есть квадрате на 1 и 1 сантиметр это 1,9 петли в ширину и 2,6 ряда высоту какие мерочки я беру беру обхват головы обхват головы чтобы наша голова вошла в горловину но для меня это сильно широко и я убираю пару сантиметров то есть у меня остается 52 сантиметра из 54 перевожу в петли у меня получается 98 и 8 десятых петли я округляю до 100 петель и я беру еще такую мерочку как длина плеча это где-то примерно 5 сантиметров перевожу в петли получается 9,5 петли опять же округляю у меня получается 10 петель то есть вот они две основные мерки у меня для вязания реглана с разком то есть для вязания горловины вот схематичная изобразила горловину отмечаю регланы линии на регланной линии я отдаю по 2 петли можно отдавать от одной и более петель да я взяла по две петли и так 100 петель горловина вычитаю 8 петель регланных линий у меня остается девяносто две петли так как я на плечо на каждое плечо отдаю по 10 петель на правое плечо и на левое плечо то есть из девяносто двух я вы вычитываю двадцать петель у меня остается семьдесят две петли семьдесят две петли делю на 2 получается тридцать шесть петель тридцать шесть петель отдаю на спинку тридцать шесть петель и тридцать шесть петель отдаю на перед до или полочку как мы ее называем далее росток у меня будет где-то 5 сантиметров перевожу в ряды это 13 рядов но 13 рядов быть у нас никак не может поскольку мы вяжем поворотными укороченными рядами поэтому у нас должно быть четное количество рядов то есть лицевой ряд изнаночный ряд лицевой ряд изнаночный теперь распределяю петли по плечу распределяя петли следующим образом 10 петель 3 петли 2 2 и 2 это 9 петель и одну петельку я всегда оставляю не включаю ее в разворотные ряды то есть потом я ее провязываю для того чтобы у меня вот здесь вот в районе регланной линии не было дырочки то же самое на втором плече это у нас четыре точки разворота на одном плече 4 на другом то есть это 8 поворотных рядов у меня 14 рядов поэтому мне нужно еще 6 рядов я их переношу точки разворота по переду 3 петли справа по переду и 3 петли слева по переду вот это и есть 6 рядов так теперь что мы делаем смотрите девчата когда мы будем вывязывать росток на петлях плеча вязать поворотные ряды мы делаем обязательно прибавки по линии реглана которые идут по спинке естественно если у нас 4 разворота то есть у каждой регланной линии у нас прибавится по 4 петли 4 с одной стороны и 4 с другой то есть суммарно это 8 петель естественно если у нас было 36 петель мы прибавим 8 это будет 44 но по переду у нас 36 петель такого быть не должно у нас должно быть количество петель одинаково по спинке и по переду поэтому мы делаем разницу в петлях между с петлями спинки и переда мы из 36 петель вычитаем 4 петли разворота получается 32 а к петлям переда прибавляем эти четыре петли получается 40 и когда мы с вами закончим росток по на петлях плеча у нас увеличится на 8 петель то есть 32 петли плюс 8 будет 40 и столько же у нас с вами будет по переду то есть мы уравновесили количество петель и после этого мы переходим вязать росток дальше и переходим на петли переда то есть вот у нас еще увеличится на 3 петли уже по всем четырем линиям реглана по спинке с одной стороны и с другой стороны плюс по 3 петли и по переду с одной стороны 3 петли и с другой стороны 3 петли то есть 40 петель плюс 6 по переду это будет 46 петель и по спинке у нас также 40 петель плюс 6 петель будет 46 петель все закончили вязать росток петли спинки имеют такое же количество петель как петли переда все теперь мы выходим дальше вязать по кругу и уже делаем прибавки по регланным линиям такого количества прибавок которое вам необходимо но это уже дальнейшие будут расчеты сейчас девочки я вам покажу вот такую раскраску но это наверное больше для начинающих до вязать я когда впервые обратилась связывание изделия регланом именно с ростком да у меня очень много возникало вопросов именно по прибавки петель по регланным линиям чтобы они у нас шли ровненько да допустим чтобы они не надо было здесь не провязывать там провязывать потом где-то пропускать эти прибавки и я все-таки нашла вот такой способ и прибавки я буду делать как по лицевой стороне так и по изнаночной стороне вот красным цветом я выделила это у нас ряд лицевой а синим цветом ряд изнаночный думаю что многим это понравится и может быть кто-то обратиться тоже к такому же к такому же методу вязания именно ростка да то есть поворотных рядов именно по при бабочкам и так у меня маркер начало ряда вот флажок стоит перед регланной линии это у нас получается левая регланная линия до на спинке перед ней итак первый ряд ростка я делаю при бабочку провязываю петли спинки делаю прибавку перед регланной линии после регланной линии и захватываю первую группу из трех петель захватила развернулась здесь я провязываю петли немецким способом далее пошла по изнаночному ряду все петли провязываю изнаночные в том числе и первую петлю которую мы сделали при бабочку до перед регланной линии провязываю петли регланной линии и после петель регланной линии я делаю прибавку по изнаночной стороне далее захватываю группу из трех петель на плече и разворачиваюсь второй ряд провязала третий ряд пошел провязываю петли до регланной линии петли регланной линии делаю прибавку далее петли спинки прибавка петли регланной линии прибавка и захватываю следующую группу из двух петель разворачиваюсь опять же немецким способом вам дай и также по изнаночной стороне и иду на четвертый ряд все петли плеча регланной линии спинки регланной линии провязываю изнаночной и после регланной линии делаю прибавку по изнаночной стороне захватываю следующую группу из двух петель разворачиваюсь опять же немецким способом и выхожу на пятый ряд пятый ряд провязываю все петли плеча лицевые регланной линии петли регланных линий лицевыми после регланной линии делаю при бабочку петли спинки при бабочку петли регланной линии прибавку далее иду на группу из следующих петель и вот таким вот образом то есть петли по изнаночной стороне вернее прибавки по изнаночной стороне я делаю после петель регланной линии на спинке вот они у меня отмечены когда я провяжу 8 рядов вот я вернулась 8 ряд все дальше я разворачиваюсь на 9 ряд и 9 ряд это у нас будет уже по переду до будем захватывать группу петель по переду развернулась провязала петли плеча петли регланной линии сделала при бабочку петли спинки прибавка петли регланной линии прибавка провязываю все петли плеча делаю при бабочку петли регланной линии далее прибавка и захватываю группу из моих трех петель разворачиваюсь провязываю все петли изнаночными по кругу в том числе и петли регланной линии по плечу вот она да и делаю при бабочку далее вяжу все петли плеча изнаночные делаю перед регланной линии прибавку провязываю петли регланной линии прибавку после регланной линии и захватываю группу из трех петель разворачиваюсь на лицевой ряд провязываю все петли лицевыми до петли регланной линии провязали делаем при бабочку и также по кругу делаем везде при бабочки захватили группу петель развернулись на 12 ряд все петли провязываем изнаночными и остановились после петель регланной линии сделали прибавку по изнаночной стороне провязали изнаночными петлями петли плеча делаем при бабочку петли регланной линии изнаночными петлями при бабочку и идем захватываем петли и так далее все последний ряд у нас с вами 14 по изнаночной стороне сделали после регланной линии перед регланной линии которую нас уже по переду после регланной линии захватили группу из 5 петель но это в моем случае да и затем я разворачиваюсь и довязываю все петли лицевыми без прибавок до моего маркера начала ряда вот мой росток готов чтоб мне было легче ориентироваться я всегда вешаю разные маркеры вот допустим у меня какой-то один большой маркер начало ряда потом по спинке по лицевой стороне у меня одни маркеры вот выделяют регланную линию по спинке и регланную линию по переду а вот эти регланные линии у меня выделяют уже другие маркеры но для примера я сейчас вам покажу и так вот я вижу сейчас кофточку да ну здесь я уже закончила вывязывать росток уже вижу регланной линии и так смотрите вот у меня маркер начала ряда вот линия реглана вот эта линия реглана маркер стоит перед линии реглана потом идут петли спинки вот у меня вот такие яркие до маркеры обозначают вторую линию реглана по спине потом пошли петли плеча такие же маркеры у меня обозначают регланную линию по переду а вот уже следующая регланная линия у меня стоят другие маркеры видите это вот вторая линия реглана по переду она у меня обозначена другими маркерами и вот перед маркером перед вернее петли плеча это же такой же маркер да он у меня стоит перед регланной линии по рукаву вот они регланной линии спинки и вот маркер у меня стоит спереди то есть вот эти вот маркеры я на них ориентируясь когда делаю прибавки по изнаночной стороне так девочки надеюсь здесь все понятно здесь я также обозначила что при поворотных рядах на петлях когда мы вяжем росток на петлях плеча у нас увеличивается с одной стороны 4 с другой стороны 4 до о чем я вам говорила вот 38 плюс 8 40 петель это мы когда закончили вязать поворотные ряды на петлях плеча все у нас вот уравновесились петли переда и петли спинки затем мы делаем прибавки уже по всем вдоль всех четырех регланных линиях как слева так и справа то есть по спинке у нас прибавится с одной стороны 3 и по переду с одной и по следующей регланной линии тоже 3 петли то есть 6 петель 40 плюс 646 петель и то же самое у нас будет по переду было 40 петель провязали 6 разворотных рядов у нас прибавка получилось 3 петли по одной линии реглана по переду и 3 петли по другой линии реглана по переду то есть 40 плюс 646 петель все мы с вами уравновесили все идем ровненько и затем уже идем на круг все вышли на круг и дальше уже начинаем вязать просто реглан делаем прибавки по регланной линии как по спинке так и по переду и выходим на необходимое количество петель которое вам необходимо при вывязывании самого реглана да вот допустим для примера вот как вот здесь все росток у меня вот здесь закончился и дальше я просто вяжу регланную линию по кругу вяжу реглан и дело необходимое количество петель однако же здесь не забывайте здесь тоже свой определенный есть расчет ну так девочки на этом я заканчиваю как я вам сказала что вот эта футболочка я наверно уже в следующем видео покажу вам как я рассчитываю 5 петли для дальнейшего вывязывания регланной линии и там дальше уже вместе покажу как я вяжу эту футболочку каким образом я рассчитываю петли с учетом узора с учетом ширины допустим обхвата рукава с учетом обхвата груди и так далее но все на этом я заканчиваю надеюсь видео было полезно или урок можно сказать был полезен если вам это интересно пишите свои комментарии может быть кто-то знает еще какие-то методы вязания реглана которому привык но меня вот больше устраивает вот такой метод реглана но все пока пока до новых встреч